В 18 веке В 18 веке была сформирована система укреплений, которая защищала арктические береговые рубежи России, и она состояла из крепости города Колы, она состояла из Соловецкого монастыря, из системы архангельских укреплений, системы архангельских крепостей и Пустозерского острога. Таким образом, Россия контролировала все арктическое побережье от норвежских границ и до Уральских гор. Освоение земель Европейского севера Которое сейчас принято называть русским севером, началось по разным данным в 10-12 веках. Уже в 12 веке на территории, которая была ограничена реками Онегой и Печорой, существовало 28 пунктов сбора десятины в пользу новгородских земель. Земли осваивались постепенно и заселялись постепенно. Особенно большой стимул для заселения севера – это было, конечно, золотоордынское нашествие. Люди убегали на север, на севере было спокойно, на севере было богато, хотя и холодно. Соответственно, появились и монастыри. Они были разные, были большие и маленькие. На сегодня выжили самые большие, самые известные. Вы их все, конечно, знаете. Это Соловецкий монастырь, Антонио-Синьский монастырь. Веркальские монастыри и другие. Но все они имели обычный поселенческий характер. Собственно говоря, никто не имел укреплений. И эти укрепления, первые крепости, стали появляться с момента Двинских войн. Все это вызвало появление первых деревянных укреплений. Маленьких острожков, городищ, на которых строились первые деревянные крепости. И они были предназначены для защиты небольших поселений, небольших групп людей. Этих городищ по территории Архангельской области на сегодня сохранилось очень много. Но, к сожалению, они плохо изучены. Первые более-менее серьезные крепости появились после большого нападения новгородцев на русский север. В 1342 году на север пришел Луковар Фламеев. Сын новгородского посадника фактически сбежал из Новгорода. И в 100 километрах от Белого моря, чуть выше холмогор по течению Северной Двины, основал крепость, город-крепость Орлец. Это была первая каменная крепость. Это был мини-Псков. По своей архитектуре в 1397 году новгородцы обиделись на то, что горожане решили перейти под власть московского княжества. В 1398-м новгородцы осадили Орлец и взяли его. Так закончилась история полувековой столицы Двинской земли. И примерно в это же время как раз продолжаются Двинские войны, а в 1419 году на север нападают мурманы. Северяне недолго заставили ждать своего ответа. Они дошли практически до Северо-Ботнического залива и вернулись назад. С тех пор шведы больше не нападали на южное побережье Белого моря, хотя продолжали нападать на земли Соловецкого монастыря, которые располагались на западном побережье Белого моря. Все это привело к тому, что первым начал строительство своих крепостей Соловецкий монастырь. Соловецкий монастырь в XVI веке построил Ругозерский острог, Сумской острог, Кемский острог, которые долгое время боролись с различными попытками нападения шведов на Соловецкие земли. Однако появление англичан, а потом и появление голландцев показало русскому правительству о том, что арктические рубежи теперь доступны противнику и, соответственно, нужно защищаться. В 1583 году возводится Кольский острог, в 1583 начинается строительство каменного Соловецкого Кремля, и в эти же годы возводится деревянная крепость Новые Холмогоры, будущий Архангельск. Уже в 1584 рядом с деревянной крепостью Новые Холмогоры возводятся укрепленные гостиные дворы. Таким образом появляется первая система укреплений на севере, которая пока еще ни от кого не защищает. В русском государстве начался период Смуты. В это время на севере возводятся первые засеки. Это, конечно, не те засечные черты, которые были на юге России. Засеки строились в районе сухопутных дорог, небольших участков, которые существовали в то время, а также на речных волоках. Эти засеки не спасли. В 1613 году в Москве на престол взошел Михаил Федорович Романов. Разбойники, или, как тогда писали, литовские люди, ринулись на север. И преодолев или обойдя все эти засеки, на которых стояли на постах архангелогородские стрельцы, а разбойники достигли севера. После преодоления Смуты возводятся укрепления вокруг многих монастырей. Монастыри приобретают оборонительное значение. Ремонтируются крепости, которые были повреждены при нападении литовских людей. Новая история защиты русского севера началась с трех приездов Петра Первого в Архангельск. Начало войны со Швецией, начало Большой Северной войны, начались неудачи Петра, мы знаем. Это сокрушительное поражение русской армии под Нарвой, когда все ожидали следующего шага. А следующий шаг, стратегическую правильность, которого понимал и Петр Первый, и Карл Двенадцатый, это было взятие Архангельска шведами. Если бы шведы взяли Архангельск, война со шведами для России не имела бы смысла. Русское государство было бы отброшено 50-100 лет назад, и армии пришлось бы снова перевооружать и снова готовить. Дело в том, что Архангельск был фактически тем стратегическим пунктом, через который Россия получала из Европы оружие и стратегические материалы. Без них мы обойтись на тот момент еще не могли. И Петр 17 декабря 1700 года объявляет указ о строительстве на подступах к Архангельску со стороны Белого моря, новой крепости на Малой Двинке. Крепость строится ударными темпами, совершенно удивительными для сегодняшнего времени. 13 мая начали копать котлован, 26 мая котлован уже был выкопан, а работало всего 1800 человек. 12 июня уже освещается закладка фундамента, а 25 июня на строящуюся крепость нападают шведы. Крепость строил инженер, которого Петр привлек, это немецкий инженер Георг Эрнестрезе, который создал систему береговых батарей. И 25 июня 1701 года, или в ночь с 6 на 7 июля по новому стилю, передовой отряд шведского флота подошел к строящейся крепости и был встречен артиллерийским огнем. Артиллерийская дуэль продолжалась 13 часов. Два шведских корабля достались русским в качестве трофеев. Это считается первой военно-морской победой русского флота. Крепость строилась 20 лет, с 1701 по 1721 год. Она стала первой каменной бастионной крепостью России. Она стала первой приморской крепостью. Она стала прообразом Санкт-Петербургской Петропавловской крепости и прообразом Кронштадта. Она выполняла те самые функции, которые впоследствии выполняла Кронштадтская крепость. Она перекрывала судоходный фарватер. Тогда появилась как раз та самая цепь, которая перекрывает судоходное русло. И в 1800-1801 году под руководством выдающегося русского инженера Петра Корниловича Суктилена все это было преобразовано в уникальный укрепрайон береговой обороны, при том укрепрайон глубокоэшелонированный. И крепость за 160 лет своего существования, она защитила русский север. И перед началом Крымской войны, если мы посмотрим на западные гравюры, изображения, как себе иностранцы представляли Архангельск, то мы увидим, что они Архангельск представляли системой береговых крепостей, идеально защищенный порт. И этот идеально защищенный порт действительно, англо-французская эскадра попыталась прощупать оборону в годы Крымской войны. В 1854-1855 году было несколько попыток высадки десанта, но встреча с передовой батареей, находившейся на Мудюшском острове, не позволила англичанам совершить первую попытку в 1854 году, и французам четыре попытки в 1855 году. Никто из них дальше передовой батареи не прошел, а город защищала вот та самая Новодвинская крепость и вся эта система обороны. К сожалению, в 1863 году было принято решение о ликвидации Новодвинской крепости, и началась другая история, история демилитаризации русского севера, а фактически его полного разоружения, и начиналась уже новая история, история 20 века. Она началась в годы Первой мировой войны, и это уже совсем другая история. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова